Для изготовления полой рукоятки-клюшки, чтобы добиться однородной жесткости, 15 полотен графита накладываются друг на друга в разных направлениях. Слои спрессовываются между собой термоактивной смолой. Этот механизм, который называется прибор для испытания на изгиб, измеряет, какое усилие надо приложить, чтобы прогнуть рукоятку на 2,5 см. Если это усилие не выходит за определенные рамки, рукоятка обладает соответствующей для этой модели степенью жесткости. Основой для крюка служит пластмассовый сердечник. В центре находится вставка из жесткой пенорезины, обернутая в графит. Она амортизирует удар шайбы. Позже сердечник будет спрессован с рукояткой, а сейчас он склеивается и скрепляется. Когда клей высохнет, на сердечник одевается графитовый чехол. Волокна в чехле идут по диагонали. Волокна последующих слоев идут в других направлениях, тем самым образуя сочетание перекрещивающихся волокон, обеспечивающих равномерную жесткость по всему крюку. Сейчас крюк поступает в клей наносящее устройство. Эта термоактивная синтетическая смола пропитывает графит и укрепит материал после высыхания. На следующие два слоя графита нанесены полоски. На одном волокна идут вертикально, на другом диагонально. Они более жесткие, потому что уже пропитаны смолой. Они проходят через клея наносящее устройство и одеваются на сердечник. Таким способом на фабрике изготавливают графитовые крюки, будь это любительские клюшки массового производства или ограниченное количество клюшек по специальному заказу для профессиональных игроков. На этом этапе начинается автоматизированное массовое производство клюшек для розничной продажи. Профессиональные клюшки продолжают делать вручную. Сначала для клюшки каждого игрока изготавливают индивидуальный деревянный шаблон. Ему присваивают идентификационный номер, чтобы не допустить путаницы. Этот шаблон из двух частей устанавливается на пресс, а пресс формирует крюк в соответствии с точными требованиями игрока к срезу или углу наклона и к изгибу. Этот формовочный процесс также спрессовывает слои графита в единое целое и надежно прикрепляет крюк к рукоятке. Пластиковый чехол на крюке не дает и слишком смолы стекать на пресс. На фрезерной машине крюку придается определенная форма. Каждый игрок заказывает свой собственный индивидуальный шаблон. Он может быть любой формы, если только соответствует требованиям хоккейной лиги. Максимальный изгиб 19 мм, максимальная высота 7,6 см, максимальная длина 30 см. Сейчас крюк как следует шлифуют и тщательно полируют. Крюки погружают в уритан бесцветное покрытие, заполняющее крошечные изъяны на поверхности. После высыхания механизм распыляет на основании рукоятки серебряную краску. И в завершении еще один слой уритана, чтобы изолировать и защитить краску. Для розничной торговли эта компания занимается массовым производством шести моделей графитовых хоккейных клюшек для правшей и левшей. Форма крюка у всех одинаковая, а изгиб разный. Вы можете отклеить съемное название модели и вместо этого написать на рукоятке собственное имя. Она далеко не такая персонализированная, как модель, сделанная на заказ, но по крайней мере вы не унесете по ошибке домой чужую клюшку. Редактор субтитров А.Семкин